Уважаемые любители футбола, далеко не все игроки становятся хорошими тренерами. И далеко не каждый специалист когда-то был хорошим футболистом. Но случается так, что отличный спортсмен становится еще и лучшим тренером, выигрывая бесчетное количество трофеев. Гол 24 рассказывает о футбольных гениях, которые выигрывали чемпионаты, как игроки и как тренеры. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? А теперь продолжим. Зинедин Зидан Невероятный футболист, завоевавший все на клубном уровне и со сборной Франции. Сейчас Зизу является одним из самых титулованных действующих наставников. На рубеже веков Зинедин творил чудеса, а особенно ярко он проявил себя как игрок Ювентуса и Реала, с которыми за 10 лет в общей сложности завоевал 12 трофеев, от национальных титулов до Лиги чемпионов. Не стоит забывать победы на Мундиале и Евро. По окончании игровой карьеры Француз спустился в тренерские воды. Набирался опыта у Карла Анчелотти, тренировал вторую команду сливочных, пока в 2016-м не возглавил основу королевского клуба. От Зидана ничего громкого не ожидали на этом посту. Однако Зизу в дебютном для себя сезоне сумел выиграть чемпионат и тем самым вписать свое имя в историю. Но это были лишь цветочки. За два с половиной года специалист завоевал еще 8 трофеев, из которых три Лиги чемпионов к ряду. И вряд ли в скором времени этот рекорд кому-то удастся повторить. Интересно было бы посмотреть на Зидана как тренера сборной. Друзья, у руля какой национальной команды вы хотели бы увидеть прославленного француза? Кстати, наши надежные друзья из One X – это профессиональный подход к своему делу. Множество спортивных дисциплин и бонусов по нашему промокоду. Вся информация под видео. Хасеп Гвардиола Воспитанник Барселоны, поэтому неудивительно, что большую часть своей карьеры он провел именно в стане синегранатовых. За 11 лет, что Пеп играл за Барсу, он смог завоевать невероятных 16 трофеев. Шесть раз он становился чемпионом Испании и брал Кубок Европейских чемпионов. После ухода из Барсы пришлось попрощаться с трофеями. Но, как оказалось, ненадолго. По завершении карьеры начинающего специалиста пригласили в Барселону Б, а через год Гвардиола возглавил первую команду. Талант Пепа был неоспорим. Однако многие сомневались в успехе молодого наставника. Но он быстро показал, кто тут главный. В дебютном сезоне Барса Пепа выиграла чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов. Первые сезоны сразу Требл. За четыре года под руководством Хасепа Барса выиграла 14 трофеев, из которых три чемпионства подряд и два ушастика. Та команда играла, возможно, в самый красивый футбол в истории. Удачно сложилась работа и в Баварии, и продолжает складываться в Манчестер-Сити. Что в Германии, что в Англии, Пеп брал чемпионаты и кубки. Но до уровня той Барселоны все еще далеко. Сергей Семак Безусловно, Сергей Богданович является одним из лучших игроков своего поколения в России. В 90-е и нулевые его мастерство, а затем и опыт, не раз помогали командам в тяжелых ситуациях. В стане армейцев Семак задержался на 10 лет, став легендой клуба и завоевав все российские турниры, чемпионат, кубок и суперкубок. В Парис-Анджермен и ФК Москва Семак особо не прославился. Играл в ЦСКА, а вот в Рубине и Зените полузащитник завоевал по два чемпионства, став первым игроком в России, выигравшим РФПЛ с тремя командами. По окончании карьеры Сергей Богданович работал в структуре Зенита и сборной России, тренировал УФУ, а в начале сезона 2018-19 стал главным тренером петербуржцев. В первом своем сезоне Семак выиграл чемпионат России, причем сделав это за три тура до конца. Несмотря на довольно ранний вылет из Еврокубков и Кубка России, золотые медали чемпионата можно считать достойным результатом. Сергей Семак стал первым отечественным наставником, выигравшим первенство как игрок и как тренер. Будет интересно посмотреть его зенит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Мы желаем Сергею Богдановичу удачи! Дидье Дешам Он начинал свой путь игрока в Нанте, но первые трофеи пришли с Марселем. Два чемпионства в Лиге 1 и Лиге чемпионов. Дальше лучше. Дидье был частью того Ювентуса, который в 90-е выиграл все. От трех серии А до Лиги чемпионов и Суперкубка УИФА. Не стоит забывать, что именно Дешам был капитаном сборной Франции, которая выиграла Мундиаль и Евро. Тренерскую карьеру экс-полузащитник начинал в Монако, затем вывел Ювентус обратно в серию А, а потом пошли реальные успехи. С родным Марселем Дешам завоевал долгожданное чемпионство в 2010-м, а также взял в общей сложности пять кубков, тем самым войдя в историю французского футбола. В 2012-м ему поступило предложение возглавить сборную страны. Дешам выиграл чемпионат, став лишь третьим коучем в истории, которому покорился этот турнир как игроку и как тренеру. Невероятное достижение. Антонио Конте Воспитанник Лечи провел большую часть карьеры в Ювентусе, целых 13 лет. За это время Антонио сумел выиграть с «Зебрами» буквально все. Пять раз становился чемпионом Италии, брал кубок, выиграл четыре суперкубка, а также завоевал все международные трофеи. В общей сложности 15 титулов. Потрясающее достижение. А вот тренерская карьера поначалу не была такой яркой. В Орецо, Аталанте и Сиене трофеев не было, а Барри Конте вывел в серию А. Но несмотря на отсутствие большого опыта, Ювентус доверился своей легенде. Как оказалось, не зря. Специалист отплатил трофеями. При Антонио Юве показывал яркий футбол и, главное, выигрывал. Как итог, за три сезона, три чемпионства и два суперкубка. Однако в 2014-м Конте по непонятным причинам покинул клуб, а вскоре возглавил сборную Италии. С национальной командой наставник вышел на Евро-2016, но в 1-4-й уступил Германии в четвертьфинале, покинул сборную и ушел в Челси. С аристократами за два сезона тренер завоевал чемпионат Англии и взял Кубок страны. Но тоже покинул клуб, разругавшись с руководством «Синих». Сейчас темпераментный итальянец без работы, но по последним слухам, вскоре он может возглавить Милан. В прошлом видео мы спросили вас, этот игрок тоже провалил сезон, пропустил чемпионат мира из-за пристрастия к сигаретам и только недавно вернулся в стартовый состав. Друзья, кого мы загадали? Ответ – Раджана Инголан. Он неудачно сменил Рому на Интер. А теперь вопрос. Этот экс-футболист брал серию А с Ромой и Миланом. А как тренер выигрывал чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии? Друзья, о ком мы рассказываем? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...